Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат, с вами Владимир Добров из Ческомру. В ближайшие 15 минут мы говорим о четверг финалах онлайн-олимпиады и о тех матчах, которые были накануне. Напомню, что 8 команд участвовали после группового этапа в финальном нокауте, и кому-то сегодня пришлось остаться, как говорится, ни с чем. Тем не менее, матчи были все напряженные, и если России удалось обыграть Венгрию без особых проблем, то во всех остальных матчах была совершенно дикая борьба. Ну а в матчах Америка-Казахстан и Индия-Украина были настоящие триллеры с Валидолом, с Кровололом, ну и со всеми остальными прибамбасами. Итак, вперед. Следующий пример, господа, как раз-таки партия лидеров сборных, партия День Лежения против Яна Кшиштофа Дуды. Это противостояние во многом предопределило исход всего матча. Главными забойщицами были девушки. У Китая были Хоуи Фань и Цзюй Винзюнь, безусловно, которые являются фаворитами. Первая и вторая ракетка мира. Поэтому здесь, конечно, нужно было что-то решать на мужских досках. И вот первый пример, который достаточно интересен и элегантен. В этой сложной позиции черные хотели сыграть слон Б4. При случае у них есть движение Б5. То есть у них в центре все под контролем. И неожиданный ход Ж4 следует от китайского шахматиста, который, безусловно, этим ходом несколько смутил наверняка Яна. Итак, Ян сыграл слон Б4, пытаясь таким образом побороться за центральное поле Е4. Динли Жей двинул Ж5. Слон С3, ЖФ. Началась настоящая битва. Слон Б2, ладья Б1. Слон А3. ФЖ. Казалось бы, черные съели побольше. И угрожает связка ходом слон Ж4. Совершенно железная связка. И главный вопрос, куда теперь отступать коню. Был ход конь Х4. Какие-то конь Е5. Ну и, в общем-то, что еще. Но здесь наверняка неожиданный ход последовал для Дуды. И я вам, уважаемые друзья, предлагаю поставить видео на паузу и подумать, как же сыграл китайский кудесник. А китайский кудесник, друзья, сыграл конь Ж5. Вот такой вот ход. Совершенно бомбический ход конь Ж5. Нападающий на слона и открывающий дорогу ферзю вглубь хором черных. Вынуждены черные брать, потому что других ходов у них просто-напросто не было. Иначе была просто дармовая атака. Белый ферз проникает на Х5 и угрожает ферз Х7 и ферз Х8 в один ход. Поэтому вынуждены, забирая на Ж7, ферз Х7 шаг, король Ф6. И следует еще один удар с лобби Ж5. Очень сильный ход. И выясняется, что черные вынуждены капитулировать буквально несколько ходов. Потому что в случае взятия на Ж5, белые сыграют как минимум ферзь Ж7. Потом съедят на Ф7, вернутся. Но, в общем-то, останется несколько ходов до капитуляции. А в случае король Е6, как было в партии, белые отъедают обратно фигуру. Нападают еще с темпом на коня Д7. И очень красивая концовка. Сейчас будет замечательная совершенно концовка. Ферзь Ф5. Угрожает теперь ферзь Ф7. С последующим ходом слона Ф4. Черные защитили на Ф7 эту пешку. И ладья Б1. Король С6. И последовал вовремя ход Е4. Красивый ход отключения. Слон Д6. И еще один очень элегантный ход А до белых. Который вы также можете найти, поставив видео на паузу. И это ход ладья Б5. Абсолютно верно. Ладья перекрывает защиту пешки Д5. И черные вынуждены сдаться, так как нету никаких ходов. После шаха Король Ж2 угрожает ход Ферзь Б5. И от многочисленных угроз нет защиты. Блестящее достижение китайского шахматиста. Ну а мы идем дальше. Ну что ж, друзья. Противостояние сборной России и сборной Венгрии было весьма интересным. Венгрии хорошо были подготовлены. Однако наши были чуть быстрее, чуть более сплоченными. И по праву выиграли свои мини-мачи. Таким образом не оставив Венгрии никаких шансов на полуфинал. И вот один из примеров. Хоть и со знаком минус забегая вперед. Тем не менее весьма показательный. Латар Тепев играл белыми против Бенджамина Гледура. И вот в этой позиции, в которой мы можем обнаружить сильную фигуру на Д5. Конь на Д5 держит практически пол доски. Несмотря на то, что у белых активная ладья на Б7. И, казалось бы, какие-то виды на атаку. На самом деле все очень для белых сложно. И черные последним ходом осуществили атаку на пешку С3. И для белых в этой позиции уже необходимо думать, как правильно удержать равновесие. Влад сделал достаточно логичный ход слон Е7. Казалось бы, слон атакует ладью. И перебирается на Б4. Черный конь на Д5 настолько прекрасен, что этого слона съесть, наверное, грешно. Но, видимо, какие-то такие были мысли у Влада. И, в общем-то, ход достаточно разумный. И вот я предлагаю вам понять, в чем же проблема этого хода. На самом деле ход белых сейчас грубейшая ошибка. И вы можете остановить видео и попытаться найти решение. Итак, друзья, ход слон Е7 явился, как я сказал, уже ошибкой. Из-за того, что действительно черный меняет своего красавца коня. Из-за этого спящего гиганта на Е7. И пояс ладья бит Е7. Осуществляется очень красивая геометрия. Черный играет ферзь А3, нападая на ладью Е7. И угрожая взятием ладьи на 2 через шаг С1. Выясняется, что две ладьи соединиться не могут. Защитить друг друга не могут. И единственный проводник в этой ситуации это ферзь. Который направился на защиту своих прекрасных ладей. Однако здесь Бенджамин Гридора нашел, естественно, разящий ход. И полезный, и очень эффективный H6. После чего ферзь не может разорваться на 2 части. Одна из ладей теряется. И партия завершается в пользу венгерского шахматиста. Ну а следующий пример сложился в совершенно диком противостоянии сборной Америки и сборной Казахстана. Этот матч был валидольным. Очень много людей болело за Казахстан. Топили за сборную Казахстана. Однако не хватило совсем чуть-чуть. Белыми играл некогда бывший поляк Дарью Шсирч. А черными играл Денис Махнев. Многоопытный уже шахматист. Много играет в онлайне. Еще с коми. И вот такую вот идею белые применили в дебюте. Ход Б4. Настоящая жертва. Настоящий гамбит. И после чего белые намертво захватили серьезную инициативу. С самого дебюта. Черным было тяжело дышать. У них, как мы видим, КННБ8 пока в ауте. И черные решились на некоторое вскрытие. И после ФС4. КНН6. Белые сыграли КННЖ3. Разменялись фигуры. И вот, наверное, в этой критической позиции черные осуществили самую грубую ошибку. Они сделали ход Ф6. После чего позиция, конечно, очень нехороша. Так как проблемы с королем обнажаются очень конкретно. Белые, конечно же, бьют. ЖФ, слон Ф4. И теперь мы видим, что у черного короля нет нормальных полей. На Ф7 он попадает под различные рентгены. Ну, а в 3-0, как было сыграно, я думаю, что вы сами можете сейчас догадаться, какой ход последовал. И последовал практически незамедлительно. Ставьте на паузу. Решайте задачу. И так правильно. Белые сыграли в ФС6. После чего черные мгновенно сдались. Потому что после хода БА следует моментальный мат на Б8. Таким вот образом сборная Америки проходит в полуфинал. Где встретиться с Индией. Индийцы, в свою очередь, играли с Украиной. Героическая тоже встреча была. Индийцы доминировали в первой половине встречи. Затем Украина блестяще отыгралась. Но не хватило сил на финальный аккорд. На быстрые... Как говорится, на перебои, на блиц. Индийцы оказались более проворные, более умелые. И просто-напросто более энергичные. В итоге Индия в полуфинале встречается с Америкой. Но у нас впереди матч с Китаем. Сложнейший матч. Надеюсь и будем, как говорится, верить в победу. Но я с вами прощаюсь. Смотрите за трансляциями. И подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока. Пока. Пока.